Да мне завтра в дорогу ехать, поэтому я хотела наоборот ее утром забрать. Ну давайте я в 5.30, вы сказали, да, могу подъехать. А, ну давайте. Задний. Все у меня куплено, да. Да нет, нет, у меня уже считали. Все, спасибо, Ольф. Достанем. А где людей не будет? Каршерингом мне это ни разу не пользовалось. Я, как всегда, улица, дождь, грязь, слякоть. Девочки, доброе утро. Есть держатели для телефона в машину? По-моему, это держатели. Это на зеркало, нет. Крутите, крутите, вот еще один. Это магниты. Вот, только такие. Ну, дайте вот этот вот, пожалуйста. Спасибо, вы знаете, я и есть курага. Вот, поэтому и на этом спасибо. Угу. Да. Это все проспланирует? Да. почему перестали завозить воду байкал воду байкал почему перестали завозить да я байкал еще а где а большие да ну вот большие я имею ввиду да да в машина неудобно просто большую я похожа на джем в чем небе заправки спасибо вас она не вкусно очень спасибо да и вот именно лето только началось мы же не знаем как все может повернуться так ну это заправка возле дома естественно что я здесь постоянный покупатель блять вот 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 на нефть и магистрали самая вкусная еда и самый вкусный кофе авокадо летят с глаз да дохуй не купила но знаете как за неимением дворника и будь садовника хорошее выражение все поэтому и на этом как говорится спасибо у меня талия 65 64 где-то с моим конечно держателем не сравнится ни один но пока я не доеду гулять почему неровный я не смотрела еще купальники держателем не один сломался не одолжили его с утра да что такое утром блять пока за телефон клацала быстро быстро свертила из поломала у меня был вот такой вот он очень крутой у самого из всех что у меня были это самый крутой держатель то есть он раскрывается под абсолютно любой телефон и сразу его фиксирует а так он выглядит вот так вставляешь сюда телефон и он его сам держит без разницы какой басеус нет он никак заряд вот мне сейчас дали вот этот вот это мне сэм дал он еще и как зарядка но он капец какой тяжелый вообще не помню даже и близко сколько он стоит честно даже вот примерно что-то у меня делаешь говоришь сука зачем ты залетел сюда вам тоже прекрасного дня хиревшие таксисты слушайте ну у всех разное понимание дорого обслуживания да вот это такое объективное хер пойми как я вам объясню дорого или нет плюс все зависит от того какая у вас машина и сколько стоит сама машина дальше уже зависит от этого как записаться на первое то где вы покупали машину записываетесь машина вам выдает что вам надо на то ну слушайте я не понимаю рим этих держателей на стекла поворотники ну практически всегда включаю я не злюсь вообще нету у меня прекрасное настроение я прекрасно встала погуляла где-то до конец-то тренировку ой да нормально будет все хорошо будет в дороге и в эти дни специально встаю прямо по будильнику максимально рано днем не ложусь спать чтобы завтра вырубиться в обед и этот больше нравится кофемания малиновый кофе Раф Масфильм Азбука Айслат и карамель я не знаю сколько ехать слушайте, ну те годы выходило днем мы ехали мы выезжали где-то в 6-7 утра 14-15 часов получалось поэтому я хочу выехать чтобы получилось 12 я не могу не спать сутки, не хочу прикалывать но ты мне 35 лет уже, какие не спать сутки днем я колола их почти 3 года какой 3? 4, наверное, года назад уже все ушло давно не, я еще делами занимаюсь Лена, вы не можете до Крыма ехать 15 часов при никаких раскладах ну смотря, если вы говорите из Москвы если из Москвы, то да, можно я просто думаю сейчас девочка знакомая из Питера ехала и что-то я у меня так это Крым отложился что сколько они ехали вот, поэтому поэтому ни разу не была на чистке меня не влекут мужчины вот, вот смотрите сейчас пишет Валентин идите нахер отсюда Вчера я смотрела вечером было 12 часов 50 минут ехать сейчас вот я открываю уже 14 с половиной доброе утро два с половиной часа из-за пробок накинута ну не знаю, Лен сентябрь, не сентябрь но как-то прям замахнулись в 15 часов я не знаю, сколько вы ехали вот я просто слышала что в среднем часов 20 до Киева ой, до Крыма я до 1 еду поэтому я хочу ехать ночью чтобы вот этого плюс не было глаза спят Кристина, доброе утро это Кристина спасибо большое мне так приятно всегда Кристиночка, можно все по стандарту только лука лук не кладите в тост да спасибо, Кристина да, спасибо почему я против солярия я не против солярия вы можете ходить и загорать я против солярия для себя спасибо, спасибо мальдивы слегка ну, она так всегда меня рада слышать она как-то меня так любит непонятно за что она всегда когда слышит меня в телефоне ой, как я рада вас слышать да не только я считаю что солярий вреден доказано всеми врачами мира о вредности солярия и как он убивает кожу как бы это известно всему миру факт доказанный не мной девчонки никого на Лубянке нету кто может меня сфоткать и загар портит кожу но не так ну, слушайте, Настя это все индивидуально вам помог слава Богу у меня нет сейчас любимых парфюмов я вот я была на тренировке недавно вот там девушка была она вышла из раздевалки или точнее она занималась а я пришла в этот период и в раздевалки прям настолько ее запах стоял вообще просто и я вышла я говорю извините, в руки какой у вас парфюм очень знакомый для меня был я не могла вспомнить и она мне сказала одна подписчица оказалась пошла туда из-за меня все она мне говорит это ваш в свое время любимый парфюм джипси я говорю точно а я думаю блин я говорю что за знакомый запах и все и вот мне кажется что мне хочется на лето джипси джипси наверное крит цветочный вот я бы выделила на лето их но это сейчас по вот таким ощущениям что осталось из списка дел до есть КТО сегодня машину отдаю до артшоппинг доехать на Дубровку на склад вещи собрать и все и ждать и ждать погоды когда я смогу выехать до убранечка пошли вот там заберу завтра сегодня надо попасть на склад Рим я не волнуюсь из-за дальней дороги или я ваш вопрос неправильно поняла вы имеете то что вы волнуетесь или что я не волнуюсь из-за дальней дороги я не волнуюсь из-за собак я волнуюсь конкретно из-за ати потому что когда ты едешь не один ты всегда можешь проконтролировать что он делает взять на руки если вдруг у него приступ успокоить и так далее а когда ты едешь один и собака сидит сзади и не понимает как бы ты не понимаешь вообще дышит он или не дышит он же тихо сидит вот вот за что я переживаю это единственное да какие несколько дней мне кажется я уже неделю об этом говорю а мандража именно что это дальняя дорога и я одна у меня нет вообще поворот если бы я была самечкой пипец я бы вообще кайфанула а так я буду немножко в напряжении впереди не могу поставить потому что он лезет в окно и он мне закрывать будет зеркало я не вижу когда он впереди сидит он не на руки будет лезть наоборот он будет лезть становиться на окошко и именно в угол и он мне будет закрывать мое боковое видение вообще всего ненавистный парфюм молекула и очень много мандалий не переварю межтошнит одни апечка как раз таки ее можно было бы ушатать таблетками кинуть впереди и она бы просто спала лежала дольче габбана императрица вы имеете дольче габбана был период я ими тоже дохарилась вроде вкусный был запах но когда я еще не знала нишевые парфюмы у меня у мамы много мансер она она прям фанат этого аромата и мне тоже многие нравятся зачем я его должна отдавать кому-то сама поехать отдыхать ами взять а его отдать вы вы тоже своих оставляете когда едете на отдых кому-то чтобы они вам не мешали да был период конечно императрицей пахли все это точно таблетки ну слушайте я не могу сказать я состав делала пишут они безвредные что на натуральных препаратах в этих обычно когда на море едут мне очень жаль тех детей у которых родители бросают их едут сами на море их отдают бакару я люблю но бакара она тяжелая ну она прям осень зима нету сейчас любимых но сейчас я даже не выбираю из того что стоит мне все не так и каждый день я просто одни и те же вот у меня на краешке стола стоят это и нити Вероника вы можете отдавать кому угодно хорошо нормальные люди берут с собой на отдых своих детей на море и животных тоже я не говорю о том что если конечно это большие животные большие собаки а вы можете отдавать детей собак и кого угодно хоть мужей своих хоть чужим хоть не чужим мне не надо это навязывать да елена я с вами согласна бесполезно обсуждать вон Ань с собой девушка собака везла 65 килограмм вот именно почему я должна лишать отдыха своих любимых собак тем более садиной психикой как он любит купаться как он любит море он будет там бегать без поводка без всего на свободе будет купаться почему я должна собаку лишить этого из-за своих каких-то ебанутся что за пробка очень я сомневаюсь что сейчас у кофемании будет место вы знаете я с вами согласна так как я еду по трассе и я разные семьи вижу и я вижу очень много семей каждое лето кто едет и с детьми и с собаками мне все породы симпатизируют это как мне в телеге написала одна мадам отдайте Атю и не мучайте животное и ему будет так лучше и вам будет так лучше я говорю а вы тоже своих детей отдаете у меня есть дети а у вас нету что вы мне такое пишете не вам это говорить не сравнивайте я говорю ну да говорю с вами пообщавшись в очередной раз понимаю как я вообще могла животных сравнить с людьми особенно с такими у меня была немецкая овчарка марта в детстве походу ремонт дороги идет и конкретная пробка мне почему сказали Алене отдать на дорогу смотри на дорогу смотри да да потом еще вот это ключевое у вас нет детей а у меня есть дождь Татьяна, вы же понимаете, что это все зависит Просто от характера, с которым рождена собака Ну не попрешь ты против этого Да, можно воспитать и так далее Но есть характер, и ничего ты с этим не сделаешь Ну понятно, шариков не было, и все На зоне выдачи, но все рассказали, все показали Много допов сделали Вот Показали еще нюансики, какие бы при хорошем раскладе сделать Я всегда контролирую все движение на дороге, Ксюш И когда мне кто-то пишет о том, что как ты можешь ехать Я как раз таки тот человек, который никогда не смотрит прямо Я всегда смотрю 360 Не только на дорогу, но и на тротуары Брови Бобби Брауна Не только на дорогу, но и на дорогу Что значит кровь, кто свернул Слушайте, Наталья, но я не могу с утра до ночи быть Пуси-пуси Вот Что, что мне нужна была карта Я нормально, у меня прекрасное настроение Ну просто вот я сегодня такая Это не значит, что я плохая Просто такая Просто машина моя Куда я амини беру Блядь, ненавижу, когда мужики ковыряются в носу Пиздец, для меня это прям все Ровным счетом, как красные макосины Мне вот так интересно Вы когда так пишете Откуда вы знаете, кто что смог Кто что не смог Кто со мной давно Да, мое настроение Видят по интонации Но путают мое успокойствие просто И когда ты еще не проснулась Доброе Здравствуйте Спасибо, Кристина Чпас Пожалуйста Я уже не спрашиваю про приложение Да, уже бесполезно Хорошего вам дня До свидания До свидания До свидания Но мизинец, ноготь я не разглядываю Но бывает Вот едешь Классная тачка едет Классный парень Или классный мужчина И, блядь, и он едет И копошится в носу Ну это же пиздец, товарищи Погода холодна Вы такой вопрос задали Странно, что нельзя расплачиваться А перышки чистят И на нем красные мокосины Не знаю Мой золотой Остановись Остановись Не знаю Он в машине сидит Но я поэтому и говорю Спасибо, Кать Вам тоже привет большой Да, у нас нельзя рассчитываться Если вдруг вы не знали Субтитры пытаются что я флиртую с ним когда смотрю на его ковыряние он просто не знает что у меня есть подписники которыми я все рассказываю есть когда будем сейчас доедем я сегодня мне написали про поворотники я сегодня как законопослушный гражданин чисто на поворотниках девка передвигается по городу где у нас тут камера начинается блин я еще и зонтик оставила представляете вчера в машине у знакомой а на улице дожди к малома мне он не смотрел в эфире он был занят своими ушами и носом я уверена за рулем была сразу вот после аварии я очень много лет не ездила и именно вот что переборола страх человек со мной месяца два занимался ну как занимался заставлял выезжал по городу сидел рядом сидел рядом настоятельно контролировал чтобы я не сдалась планы на сегодня сейчас еду на тренировку вот после я поеду на дубровку картшопинг у меня пришли там кое-какие позиции летние я заказывала оттуда я поеду на склад у меня надо купальники найти оттуда я поеду машину на то поставлю вот оттуда я пойду домой надо выгулять собак собраться переодеться нет после аварии первый раз я за руль не с эмилем села первый раз я села за руль с батиком но я не вообще не смогла вообще просто у меня ну у меня прям истерика началась второй раз был эмиль я выехала на на кутуза я выехала и все я заплакала я при я остановилась после дороги не смогла вот и потом каенчик решился испытать свой звездный час у него по единственного получилось а когда касаемо машину за что и я выехала 1 он не мог всегда со мной находиться у него была работа вот и вот один день и у него была работа до 1 и 2 вот аминова куда-то ехать аминова садись езжай как я однам поеду это обычно я не могу с тобой всю жизнь ездить и все мне пришлось выехать я села поехала именно по москве я имею ввиду по москве то я не ездила одна автомат честно было безумно страшно безумно это был это был не страх страха вождения нет это была паника это было другое это когда просто перед глазами та дикая авария у тебя потеют ладошки у тебя просто ком в горле ты дышать не можешь и я вот так вот ехала ну мне пиздец как было страшно вот вот ну ровно три дня потом я уже меня раздражал факт его наличия рядом меня прям раздражало это я хотела ехать одна чтоб я возле меня никого не было мне никто не рассказывал вот и потом как бы я понимала что москва это совершенно другой город это не сочи это не росов вот и я пошла на курсы экстремального вождения вот и после прохождения но я иду как бы уже мне было все равно абсолютно но они мне многое дали безусловно очень многое дали очень много было ситуации на дороге особенно зимой где благодаря им как бы я уходила от происшествий не по своей вине вот ну не только зимой там на мкаде у меня пару раз очень жуткие ситуации было когда еще мама была в машине это был пиздец вот и у всех только одна один вообще один разговор о том что блять какая у тебя реакция сумасшедшая куда я должна была отдать машину анастасия кому я нисколько раз не делала аварию авария была не по моей вине не я была за рулем я сидела на пассажирском блять мне кажется за 15 за 9 лет ладно про аварию молчу за 9 лет блять в инстаграме я миллиард раз прошла это слушайте это есть у каждого бренда автомобильного я проходила именно bmw driving experience у нас с вами осталось 30 секунд но мы же будем еще завтракать поэтому я сейчас перезайду потому что хотела бмв логично почему купила ее или не логично хотела мерседеса купила бмв почему кому то нравится борщ а кому то нравится гороховый суп я делаю за Ver, за вау 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 вау